Вера в Бога. Где рождается? Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, у нас у каждого есть дети или будут, сомневаетесь? Но Бог сказал в книге «Бытие» первая глава, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всякою землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Это книга «Бытие» первая глава, 28 стих. А где рождается вера в Бога? Как бы там ни было, как сказал Бог, так и происходит, пока существует земля и человек, и мы с вами не исключение. Рождение детей – это размножаться и наполнять землю. Мы не можем противиться Слову Божьему, Он сказал, и это не изменится, а мы исполняем его. Откуда приходит вера в Бога? Где она рождается? Дети от людей, а вера в Бога? Мы много говорим и будем говорить о благодати Бога Отца, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Откуда приходит вера в Бога? Это книга «Деяния», 18 глава, стих 27. Посмотрим на одну личность в Библии – это Аполлос. Он был современник и сотрудник апостола Павла, который пользовался большим авторитетом в христианских общинах города Коринфа и Эфеса. Это взято из Википедии. Откроем книгу «Деяния», 18 глава, стихи с 24 по 28. Некто Иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Это книга «Деяния», 18 глава, стихи с 24 по 28. Аполлос пришел в Ахайю и начал свое служение. Но что он там увидел? В городе Ахайя было много верующих. Автор Лука написал, что люди, которые пришли к Богу, и уверовали они от благодати от Бога. Вера не от личных убеждений. Аполлос пришел и доказывал Писаниями, что Иисус есть Христос. Стих 28. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Это книга «Деяния», 18 глава, 28 стих. То есть, многие знали Иисуса Христа, но они своим разумом не принимали, что Иисус есть Христос. Разумом, личными убеждениями они не могли прийти к Богу и получить спасение через веру. Аполлос, он сильно опровергал иудеев всенародно. Заметим, что там было сильное противление на Иисуса Христа. Разум и убеждение превозмогали веру. Но спасибо Богу, что есть люди, которые и разумом могут противостоять и доказывать, что Иисус есть Христос. Друзья, что соратник Павла делал? Как он доказывал? Ссорился, ругался, спорил. Друзья мои, к удивлению, он доказывал Писаниями, именно Писанием. Он брал места из Писания Ветхого Завета и ими доказывал, что Иисус есть Христос. И Ветхий Завет говорит, что Иисус есть Христос. В городе Ахая было два, то есть две точки зрения противостояния на Иисуса Христа. Во-первых, это люди, которые своим разумом и убеждениями не принимали, что Иисус есть Христос. То есть они не имели веры. Во-вторых, были те, кто уверовал благодатью, верующие, что Иисус есть Христос. А это ученики Иисуса Христа, церковь Его и тело Его на земле. Разум и вера. Разум от человека, вера от Бога. А вы верите, что Иисус есть Христос? Если да, то поставьте лайк под записью. Уверовшие благодатью. Противопоставление разуму были те, кто уверовал в Бога, что Иисус есть Христос. Но как они уверовали? Ведь все вокруг говорили, что Иисус не Христос. Написано благодатью. Мы посмотрим на другие переводы этого слова здесь, а именно в Ахайе. Посмотрим на стих 27. «А когда Он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять Его. И Он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Уверовавшим благодатью. Оказывал помощь тем, кто по благодати Всевышнего уверовал. Иначе говоря, кто по Божьей благодати уверовал, уверовавшим через дар. Благодатью – тем, что исходит от Бога. Как сказано, именно Бог дал возможность верить в Бога. Вера в Бога исходит, рождается именно от Бога, Отца Небесного. Вера в Бога – это дар, благодать от Отца Небесного для нас, человеку. Видите ли, разум, убеждения исходят от человека и рождаются от человека, а вера исходит и рождается от Бога. Если мы, я, вы, ты, мой слушатель, верите в Бога, то это не от вас. Ваша вера – это дар Бога для вас. Откровенно сказать, друзья, храните, оберегайте подарок от Бога. Вера в Бога – это дар от Отца Небесного. Не пренебрегайте ею, берегите, ведь она есть не у всех. Вера наших близких Если у вас есть близкие, которые не имеют веры, которые пытаются разумом принять, что Иисус есть Христос, а это невозможно. Когда хотите рассказать об Иисусе Христе, вспомните Аполлоса. Мы только писаниями можем рассказать об Иисусе Христе в Ветхом и Новом Завете. Конечно, вы переживаете за ваших ближних и хотите поделиться радостью, благодатью спасения и верой в Бога. То молитесь к Богу Отцу Небесному, чтобы Он проявил свою милость, дал дар благодати и дал веру в Иисуса Христа и Бога Отца. Как видите, спасение и вера в Бога наших близких исходят не из нашего разума и убеждений, а только от дара благодати от Бога Отца Небесного. Вне всякого сомнения, сестры, братья, спасение и вера наших близких – это надежда и милость на Бога нашего и в наших молитвах за них. Друзья, не останавливайтесь. Друзья, задайте вопрос Богу. Ты любишь моего брата? Или там мужа, жену, сестру, дочь, сына? Спросите у Отца. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что рассказывал Лука о городе Ахайя, о Полосе, и что там происходило. Более того, мы еще будем много говорить на теме благодати Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. И между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.